Огромное спасибо за те 8000 лайков, которые вы поставили под прошлым роликом. Это обозначает то, что тот бонусный приз, а именно сабвуфер Мачета Файт, разыгран. В этом ролике все то же самое делаем. То есть от вас более 5000 лайков нужно поставить под данным роликом, написать комментарий. Разыгрывать мы будем новые динамики, сильвесты, двадцатки, SQL, которые вот-вот уже будут. То есть вы можете стать одним из первых владельцев новых громких и качественных динамиков. Ну и бонусный приз это Мачета Файт С, 800 ватт номинал, более 5000 лайков ставите и он будет ваш. Всем приятного просмотра. Всем привет, выдвигаемся мы на контрольную закупку. Нам сегодня понадобится короб на трубе под двенашку, потому что у нас сегодня будет действительно легендарный тест. Будем сравнивать обычный покупной и стандартный ящик, который можно купить в любом автосковом магазине. Вот универсальное абсолютно решение с нашим картонным корчем. Поэтому сейчас в магазин приедем, если нас от этого не пошлют. Возьмем классику двенашку на трубе. Ну и все. А использовать какой муку он сам? Естественно, ростик сабы оставил, пока он не продал. Будем их использовать. У нас контрольная закупка. Понял. На короба. Можем не говорить, где мы находимся. Короче, нам короб под двенашку нужен. Будет 302 стоять от 2,800. Да, абсолютно универсальный. Смысл такой, да. Короче, вот ящики. Почем? Нам, Димон, какое? Смысл мы купить как подешевле. Нам подешевле? А, ты и платишь. Бабки у тебя не... ДСП-шный 4,5, а фанера? Фанера в районе 5. Ну, туда за 5, конечно, фанеру. Нам фанеру по двенашечку. Потом, короче, замер сейчас будет. Там понял, ростик оставил сабы с дискача. Ну, мы решили их пока повалить на них. В тотал, да, да. Вот, короче, абсолютно вот это универсальное музыкальное решение. С рассчитанным. С рассчитанным. Ну, знаешь, из чего он будет сделан? Из стекла. Из картона. Это сильный. Абсолютная классика, как и во всех магазах. Чикс идеалити. Огонь. Все, покупаем. Берем. И даже трубу нам не нужно будет покупать, потому что мы будем использовать эту. Все, это сабам, получается, отдаете? Да, за 5 тысяч. За 5 тысяч. Отлично. 5 тысяч. Спасибо. Если что, за видео, извините. Радочные сюда приедут. Мы, наверное, если вы нахер пошли, то поедут в Легендар. Мы сюда. А ты гостями клиента. Хотели в спирит заехать? Они сказали, у нас нету доработки. Да. Но они нас обманули. Да, боже. Потому что не знают, что если кто-то приехал, то гадость будет достать. Все, спасибо. Ящик приобретен за 5 тысяч. Абсолютная классика. То есть универсальное решение. Ход. Большинство хапов. То, впрочем, что вы и приобретаете. Ну, конечно, у нас автороприня. Ой. Да. Больно было. Кто говорит, что это не повседнев, вообще не согласен. Смотрите. Правильно? Все четко. Все четенько. Нашему сегодня видео подстать вот такой замечательный проект. Четырка вообще в идеале. В огнях. Да, Димон, как ты оцениваешь? Пушка-гонка. Пушка-гонка, да. Это мы осуждаем. Димон. Ну, рассказывай. Ты до кастомса, понятно, где работал. Как вообще работа в целом. Опасно. Все в идеале. То есть и внутрянка. Все как надо. Тачка подготовленная. Вообще, на самом деле, новый проект, на котором нужно будет кататься по России. Оба, на дверные карты. Все. Готовый проект. Она стояла месяц в клумбе. Зачем? Клумб. Была клумбой, наверное. Закладкой. Наш конфиг. 2,800. 302-й короб, который мы купили. И сейчас все это быстренько подключим. Конечно же, задача проверить, какой рез мы получим абсолютно с универсального ящика. И потом будем изгаляться с нашим картоном. Кузов там-сям, в сервисе спиздили коты. Багажник и вода, так по факту все пизда. Как так, там на крыше шпага скоро треснет. Сейчас затомпоним и закидывай в группы за дверь. Алло, мы собственник. Да посылай ты нахуй хосиков. Ехали долго всей семьей, под балконом морозили. Купил, продал, забыл помыть, уехал так. Забрал колеса лето из багажника домкрат. Торганули на пятак, ну че там пороги. Да отбой тут походу ПТС залоги. Ты лучше расскажи, как ты довел ее до такого состояния. Это не я. Это не ты? Она такая мне достала. Она будет в огнях или будет такой, или погибнет так? Она так и умрет. Я ее об аренду разрежу. Три самореза? Четыре. Четыре. Ты же повезла. Не, давай все, у нас сегодня серьезная аудиосистема. Бей посуду, я платил. Как положено? Как себе домой. Можем искупаться? Можем искупаться. О, отлично, рыбок можно запустить. Глухо, как в танке. Че это за вибра такая? Деревенская. У нас все профессионально будет. У нас выносное головное устройство, как в бронике. Подожди, до смотра тут еще автомобиля. Тут, конечно... Тут закладки. Да, тут если сотрудники даже тебя остановят и захотят обыск устроить, тут вообще ничего не вариант найти. Ничего вообще нет. Не, ну тут, конечно, запчастей. Ой-ой-ой. Там бак в салоне, Витя. Бак в салоне? Смотри. А, вот так. Когда у тебя пружин нет, как бывает? Дима, ваши ставки, какой результат будет с универсального короба? Ну, примерно. 144-145. А ты, Диман, что думаешь? 137. Я ставлю ставки 42. Не, ну я считаю, этот проект... Это лучшая реклама Альфард Кастомс. Приезжайте, сделаем обшивки. Вот такие. Сделаем инстал. Вот такой. Вот такой. Шумку вот такую. Ну, ребят, вы с пленками работаете, да? Почем закладку будет обклеить? Чисто золото сделать. Золото? Да. Цыгане. Мы как цыгане на больших конях едем на дело. Мы как бароны, калаши, патроны, парабеллум. Я приоделся стильно, зубы золотые в масть. Когда я улыбаюсь, они мне все смотрят в пасть. Мой табор не сидит на месте. Я пиздец кочевник. И хорошо, что жив. Ведь могло все быть плачевнее. Система у нас максимально серьезная. У нас серьезный, соответственно, подход. Первые запуски уже пошли. Подключаем термлаб. Первые бубук. Все запело. Закроем. О, уже флекс пошел. Вя! Есть! Естественно, специальный стол под замеры. Чтобы было все надежно. Датчик у нас на стекле. Все четко. Что сделаем? Прогоним по синусам. Все это узнаем, на какой частоте пик. Шишку дадим. Женек, короче, ты думаешь, какие цифры будут с этого замечательного ящика? Ты видел? Не, мы же ничего не сделали. С вот этого замечательного ящика. Ой-ой-ой-ой. Ну, обычный ящик музыкальный. Ну, ладно. Я останусь за 30. Ну, ладно. Дима сказал 144-145, я за 142. 143, ладно. Еще вот тоннегенератора замечательного. Узнаем, на какой частоте пикует данное музыкальное оформление. И будем уже шарашивать нормально. Пока пик на 32 Гц, 33 пошло вверх. Все, 30-37 Гц у нас. 37 Гц пикует короб. Трещи наваливает. Что-то так долгое. Что-то херня какая-то. 40, а там всего 40. Давай, а ну еще раз. Ну, фары прикольно гуляют, конечно. Так, 136,6. Проверка гейна. Пока ты выигрываешь, да. Накрутили гейничка. Вот, вот. Можно я, можно я? Да, и я. Не, не, не. Да, и я. Все по максимуму, что только возможно. Бас-бусты. И поехали. Так, пошло. Это в шишка, что ли? А ну, где подняли. 136,8. Слушай, а что так мало? Я в воду глядел, я знал, сколько будет. А что так мало? Ну, пока на самом деле цифры 136,8 нас не радуют. Понятное дело, что там махе у нас не супер много заливается. Ну, блин. Еще одна пристрелочка. Ты хлопнул, глянь, аж сигналка заработала на реке. Вот это же. Так. 136,9. Какое серьезное лицо, ты посмотришь. Ищем резь в четверке. На 44 герцах теперь стреляем. Ох, какие звуки шикарные. Зарядили титанатик. Мы сейчас посмотрим. Опять стреляем. 37 герц, 44. Поехали. 37 герц, кратковременно. Наваливай. Пошел, убирай. Так, 136,9. Заряженным титанатом. Да, слушай, ты как будто в воду глядел. Результат зафиксировали. 136,9. Вообще непорядок. Ну, мощи у нас, собственно говоря, мало. Я даже не знаю. Мы, наверное, ват 500 даже не заливаем. Но нас это не интересует. Мы сейчас будем сравнивать с вот этим вот добром. После серьезных замеров ставим опять питание. Серьезное питание. Серьезное питание. Серьезная зарядка. Серьезные цифры. Вообще у нас серьезный автомобиль. Серьезный инсталл. Ну и топ, который сейчас будет. Конечно. Мастер-класс по качественным карабам. Получается от Димы Касатки. Ну и той же мощности. Просто сопливый ящик. Который мы тоже не рассчитываем под 302. Так, сейчас на глаз мы будем. Можем играться с объемом. Путем забивания коробок друг в друга. Надо потом вот эти отрезать, чтобы нам потоком не мешало. Понял? Это же серьезный короб. На соль его пойдет чисто на картоне. Есть. Все. Я думаю объема достаточно. Все, все, все. Хватит. Нужно отверстие здесь. Скотч необходимо применить. Слушай, ну это супер жесткий ящик получился. Просто. А ну давай по объему сравним с вот этим. Почти глаз алмаз. Почти, почти. Но наша задача сделать лучше. Сейчас. Сейчас. Ядем тихо из дворов. Наглых колесо подарки. По району пять кругов. Три витка болгарки. Похуй так-то молодым. С гайцами на ты. Пацаны не видят света и боятся высоты. Пинают спину прайд на лобовом пятак. Помнишь, батя говорил о чувачках? Никак. А пока там чуть бампер отошел от кузова. Наш век походу тоже боевая классика. Сибирь и кат форма, только спортка нах. Саламо плотного кидаем с Урала до края. Тихо, тихо, тихо. Везде лета с темноты. Ты же знаешь, без подсказок, басыта твои кенты. Столько палива не наводи. ЧК плюс один. Пацаны не видят света и боятся высоты. Идеальный ящик. 12.5. 12.5, да, подкинем. Супер, все, отлично. Фороб готов. Антоха, слушай, у нас машина расчетливая. Короче, смотри, нам нужно это мы просто сделали. Музыкальный, понял. Много объема на 302. 160 труба. Ну, короче, настроение качканизненькая такая. Люта, люта. Люта, люта. Нам нужно, чтобы ты быстро рассчитал боевой ящик. Боевой? Да, да. Литров 40, 35-40. А труба наружу. Да, да, да. Это же, мы так и сделаем. Литров 40 сделаем. Литров 40, короче, вот этот полностью ящик. Мы просто друг друга забиваем, и он будет с двойной стенкой. И наружу. Да, да. И ставим все высоко. Спасибо, я так и думаю. Все, 200-го можно. Ну, 200-й нет у нас, 200-й трубы? Там есть. Есть 200-я труба. Все. Ну, только я тебе дам без раскрыва. С учетом вот этого ящика, вот этого питания, и то есть, ну, по факту уперлись в усилитель, как ты думаешь, сколько по итогу? Я выиграл. 302-го? Да. А какой усилитель? 2,800-й. 145? Да. 137. 130. Я попал прям. Вот с этого ящика, да. Почему так мало? Ну, мощи нету, все, там уже клип летит. Там он летит, он изначально не стоит. Это мало, совсем мало. Ну, совсем мало. Сейчас посмотрим. А здесь, как думаешь, будет 137? Не знаю. Не знаю, ну все. Давай опять. 140 будет. 140 будет? Ну, давай здесь. Может, завалит картон. Что-то 137 вообще что-то летит. Давай, нет, так, а сколько будет? Я думаю, 135. 133. 133. Антуха 140. Антуха 140, он верит, верит вот это что-то. Не завалит картон. Я надеюсь. Я продам его сразу. Кто-то должен сказать, что картон завалит, правильно? Конечно, да. Абсолютно весь инстал готов. Сап наверх. Порт в левое крыло. Усилитель надежно зафиксирован. Титанат. Все, боевая система. Давай наваливай. Я включил, правда, 23-26 Гц. Посмотрим, как это. Словишься, что ящик работает максимально эффективно. А ну, подновали чуть-чуть. Что, флекс будет интересно? Нет. Датчик на стекле. Все абсолютно то же самое. Пошло. 31. 32. На низах будем валить, походу. Для нас получилась 65-я чистота. 65-я. Нормально. Низовой. Чисто повседневно. Боевой. Боевой чисто лупить вот такой, клубнять. Мы сбрасываем. И в 65-ю чистоту просто сейчас будем шарать. О, боевая система. 125, да, у нас? 120. Серьезная. Серьезная. Мы его гораздо улучшили. А ну, выключай. 25-я. О, пошло. О. Ну, и кто там ожидал результат выше, чем... С фанерного проба, конечно же, это невозможно, потому что жесткости, жесткости нет. Сейчас мы попытаемся, попытаемся приблизиться именно к фанерному жесткому ящику. Здесь у нас данный инсталл не заиграл. Будем перепиливать. Будем перепиливать сейчас, конечно же. Перебезать. Будем стараться к 137, ну, хотя бы к 130 добраться до данных цифр и можно полностью разбор. Я думаю, что сделаем. Поскольку у нас здесь две одинаковые коробки, мы их друг другу вот так загоним. Увеличится жесткость, будет двойная стенка у нас абсолютно везде. И можно попытаться как-то добраться, добраться до этих цифр. Сейчас просто он болтается. Просто как будто во фриере играет. Мне кажется, если во фриере его сейчас кинуть, оно будет так же играть. Слэм в свете тысячи огней. Ужали объем. Максимально. Ну, не максимально, еще есть куда стремиться. Короче, сделаем промежуточный вариант. Здесь вот так вырежем и стрелим на меньшем объеме с абсолютно той же трубой. Ну, а сейчас он, как вы видите, вообще преобразился. То есть зажали объем от предыдущего процентов на 30. Короб стал жестче, жестче. Цифры, которые мы показали, 120. Надо. Надо показать больше. Флекс, я думаю, ящика сейчас особо такого не будет, как было. Ну, неинтересно, неодолеемые 120 дБ, те заветные 120. Пишите, да. На паузу ставьте, как вы думаете, сколько этот ящик реально сейчас надавит. У нас 39-я частота. 112.3, это была пристрелка. Чувствую сейчас, недалеко уйдем от этой цифры. Ну, давай в шишак валим. У нас на самом деле питание просело. Ну, ничего, поехали. Ты пореже навалил. Ты навалил? Это все? Что нам надо? Ничего не дало, все нормально. Разбираем, все. Видео заканчиваем. Очень неохота с этой херной работы. Вы видели, да? На замедленке максимально жесткая конструкция получилась. Мы даже не проклеили на самом деле никакие углы. Так, 120, 112. Следующая цифра, я думаю, будет 109. 135 делаем. 135 делаем? Вообще-то что? Я короба рассчитываю, знаешь? Ну, все, разбираю. Наш невалищий короб будем модифицировать в боевую версию. Нам нужно зажимать объем обязательно, как гласит правило СПЛщиков. У нас есть труба 200-ка. Такая специально, порта побольше. Но есть нюанс, конечно же. У нас нет раскрывов. Будем пытаться что-то делать в гостях. В шишка, в шишка. В шишка. Шишка и в шишка. Но сейчас мы будем вообще все герметично делать. Разборка. Пиздец, как хорошо. Это будка собаки. Какая будка? Это не скворечник. Это, знаешь, когда погружаешься. Чисто первый в космосе. И снится нам не рог от космогрома, Не эта ледяная синева. Поскольку это СПЛный вариант, у нас СПЛный скотч. Потому что всегда армированный нужно использовать. Давай закроем абсолютно все щели. То есть максимальная герметичность нашего ящика будет достигнута. Внутри короб сейчас тоже подусилим. Я копаю бункер, пока ты хаваешь бургер. Не сплю третьи сутки. Я копаю бункер, пока ты хаваешь бургер. Говорят, на ее место в дурке. У нас остались запчасти. Обязательно еще делаем вот сюда штука. У нас будет скругление. Загибаем. Загибаем. Это нам даст и жесткости, и дополнительное скругление. Антоха, смотри. Это же боевой у нас вариант. Смотри, то есть полностью армированный СПЛный скотч, да? Смотри, скругление, как ты оценишь? Скругление? Скругление. Прикольно. Прикольно. Потом мы еще скругление вот сюда сделаем. Понял? И вот здесь. То есть везде у нас скругление будет. По боевому? Достойно. Достойно, считаешь? Нравится ли мне? Нет. Доволен ли я? Нет. Чтобы децибелов было больше, Альфард Кастомс обязательно наклейка будет. Она дает плюс децибел. Минимум, минимум. Это на повседневном ящике, а на боевом это плюс 2. Короб быстрее собрали, дежуривали, а сейчас наклейку наклеят. Понял? На руки посмотри, наверное, все поймешь. Посмотри. А что трусятся вам? Понедельник. 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 Ладно, я завтра приду, я понял. Я завтра приду. Я понял. Разыгрываем уникальное оформление за комментарии под данным роликом. Отправка по всей России. Нормально. Здесь Альфард Кастомс. Здесь у нас Дэв Бонс. Здесь у нас Мачете. Представляем вашему вниманию наш боевой ящик, с которым не стыдно поехать на соревнования. Димон Гинов на USD-HD со скруглениями. Нормированный скотч. Изнутри все надежно укреплено для максимальной жесткости. И саморезы, и скотч. Но насколько хватило, на самом деле, у нас закончился. То есть, это, наверное, самый жесткий наш ящик. Не знаю, победим мы сегодня фанеру или нет, мы посмотрим. Тачки смотрятся максимально круто, максимально профессионально. Рыжая труба, картон под фанеру, все четко. Обязательно мы добиваемся максимальной герметичности. Именно зеленая малярка нам и даст необходимая. Да, Димон, тоже не веселый случай. Нет результата. Я печален. У нас на всякий случай, если что, можем 2,800 снять и поставить более мощный усилитель. Но на видео не покажем. Пусть они вгадают в комментарии. Вот так, стой, стой, глянь, уже 118 давим. Еще не накрутили в шишку. Сколько ты, на 15? Да. А уже 118. Сейчас пристреливаем по частотам. Причем начинаем с 29 герц, дальше 30. Короче, поехали, 32. Мы пиканули на 36 герцах, на 117,4. То есть, это только на пристрелке у нас получилось. На маленьком уровне громкости. На всякий случай. Спросим, да, а то это, может, на шпичку. 36 герц. Вали. Час икс. Так, о. 136. Давай, Димон, есть еще там моща? 137. Есть. Есть. Короче, спустя манипуляции, спустя 3 ящика. То есть, это третий вариант. С 200 трубой уже, честно, не хочется повозиться. У нас получилось 137,1. Почему-то даже на 36 герцах, но здесь вообще ничего никак не работает. Ну, просто жесть. Давай, откроем багажник. Так, предполагаю, что зеленый, зеленый скотч все-таки зарешал, да? Ага. Ну, и, ну, нормально, нормально. На самом деле, если вот здесь бы сделать жесткую конструкцию, я думаю, можно к 140 было бы приблизиться. Ну, хотя бы чуть-чуть. А ну, дай на открытую. Не, ну да, этот ящик прям жестче, гораздо. Вот здесь у нас ходит. А стенки вот эти гораздо меньше. Вытащили просто из машины, чтобы вам продемонстрировать, как это со стороны. Внутри не можем снять, но снаружи это просто угар. То есть, мы-то думали, у нас боевой. Смотри, уже расшатали. Тут уже все, надежность наша была и опала. Вот она жесткая. Нормально. Стенки почти не ходят. И если в прошлых инсталлах у нас порт не работал, то здесь хотя бы вот задуло. Давай, врубай. О! Нормально. Вообще красиво. Доруба с фанерой, я думал, пройдет в гораздо большем превосходстве нашего боевого короба, потому что было понятие того, что на обычном музыкальном никак мы не сможем приблизиться. Но на боевом все-таки хотелось. Но тут у нас уже и руки упали. Это все делать. Но тем не менее, как бы, достигли тех цифр, которые показала фанера. И даже на 36 герцах нафиг у нас все здесь оторвало. Можно было бы еще поработать с 200 и другой, но у нас нет раскрывов. Поэтому такое себе. Поэтому 160, вот эта штатная, которая стояла в фанерном коробе, мы использовали. Ну и, конечно же, мало мощности. 2,800 и с учетом роста, ну и даже ватт-500, наверное, мы не заливали. Если бы поставили более мощный усилитель, то и фанера бы за 140 точно бы ушла. И у нас бы, ну, цифры были тоже, как бы, нормальные. Но, тем не менее, вот такой эксперимент. Как вам? Пишите комментарии. Предлагайте идеи, какие напилить. Печку делали, СПЛ из картона делали, машинку стиральную делали. Ждем ваших идей. Вот, что я думал по поводу всего этого. Поехали. СПЛ из картона. Продолжение следует...